Программа Рунет Сегодня. Совместный проект Финам.ФМ и Центр онлайн-образования Нотология. Ведущий программы, генеральный директор Центра Нотология Максим Спиридонов. Рунет Сегодня. На Финам.ФМ. Для лиц старше 16 лет. Доброе утро, друзья. Рунет Сегодня. 2 декабря 2019 года. Наступила зима. У нас наступило время программы Рунет Сегодня. Рассказ о главных событиях в онлайне. О том, что интересного случилось в глобальной сети, локальной, в нашем с вами Рунете. Что нас, в принципе, интересует несколько больше, чем общее представление. Поскольку касается зачастую больше. Как обычно, мы всю неделю внимательно следили с событиями в виртуальном пространстве. Отобрали для вас 6 самых важных событий Рунета и глобальной сети. Три из них, показавшиеся нам наиболее интересными, мы сделали развернутыми новостными сюжетами. Еще три обсудим в экспресс-режиме. В студии ведущей программы, гендиректор Центра онлайн-образования Нотология Максим Спиридонов. Это я. И эксперты выпуска Шахар Вайсер, основатель и руководитель сервиса GetTaxi. Приветствую, Шахар. Доброе утро. И Дмитрий Чистов, главный редактор журнала Интернет в цифрах, издатель TheRunet.com. Приветствую, Дмитрий. Коллеги, для вас и наши слушатели традиционно главные темы. Коротко. Значит, три события, которые мы сделали тем самыми новостными сюжетами, следующие. Первое. Поговорим о возможной смене владельцев холдинга Озон. О слухах вокруг этого, разумеется, попутно рассмотрим ситуацию, сложившуюся с интернет-холдингом в последние годы. Далее речь пойдет об исследовании Яндекс.Маркета, который касается аудитории интернет-магазинов Рунет, насколько интенсивно развивается электронная коммерция в России, что ее ждет в будущем. Ну и попробуем построить такую картинку для наших слушателей изнутри нашего, наверное, экспертного представления. Ну и третья новость, главная новость этой программы в завершении выпуска побеседуем о крупных инвестициях в музыкальный сервис Spotify. Попытаемся понять дальнейшую стратегию развития этого ресурса, спрогнозируем, к чему может привести приход Spotify в Россию, если таковой, конечно, состоится. Это анонс главных событий. Сейчас, как обещал, экспресс-обсуждение. Рунет сегодня на Финам.ФМ. И первое из них — в фотоприложении Инстаграм в ближайшее время может появиться функция личных сообщений. IT-блог GigaOM сообщает, что чат в Инстаграм добавят еще до конца года. У нас, конечно, предположение, однако, если представься, что это состоявшийся факт, как это повлияет на Инстаграм, на его аудиторию? Твое мнение, Дмитрий? Ну, это может несколько зацепить, скажем так, аудиторию за сервисом, сделать ее больше привязанным к этому сервису. Не просто картиночки смотреть, но и пообщаться. Тем более, что на самом деле приложения с сообщениями, они уже есть. Есть приложение InstaMessage, которое работает замечательно. Можно общаться с пользователем Инстаграма. И если еще посмотреть на… Оно внешне не имеет отношения к Инстаграму. Оно внешне не имеет отношения, но показывает, что, в общем, это такая востребованная история. И это сделать можно. И непонятно, почему сам Инстаграм это не сделал раньше. Тем более, что надо понимать, что Инстаграм — это, в общем-то, Facebook дочерняя компания теперь в некотором смысле. Во всех смыслах. В Facebook, да. Все, что связано с общением внутри сервиса, уже давно реализовано. И есть такая история, что вот там последняя отчетность Facebook показала, когда финансовый директор заявил, что стремительно падает количество совсем молодых и юных пользователей в Facebook. И это уронило там акции на 15%. Ну, он даже не заявил, он об этом обмовился, и тут же акции упали. Да, но там как бы вся аналитика и статистика показывают, что именно в такие сервисы, типа Твиттера и Инстаграм, молодежь уходят те, которым лет по 10, скажем так, которым Facebook уже не интересен. Твиттер? Потому что Твиттер, мне кажется, тоже стареет. Твиттер, да, но вот в Инстаграм совсем такие 10-летние. Твиттер, снэпчат, вот этот еще, который пытались купить, но не купили. Вообще, вот, шахр, не находишь ли, что эта новость, может быть, даже еще и готовящаяся, может быть, там ничего и нет в смысле в разработке, и нет готового чата. Это некий демарш в адрес снэпчата, который не продался Инстаграму. Цукер пытался купить его за 3 миллиарда долларов по разным слухам, и тем не менее он этого не сделал. И вот, в общем, такой, типа, вот наш ответ Чемерлену. Ну, это, возможно, это эмоции, на самом деле, по-моему, натуральная эволюция Инстаграма давно уже превратилась в некую социальную сеть, очень популярную, и социальная сеть без месседжинга, это курьез, и поэтому это какой-то натуральный шаг, очевидно, ожидаемый и так далее. Даже логично, это настолько, что, в общем, странно, почему не сделали раньше. Да. Окей, едем дальше. Значит, у нас очередная новость, которая касается уже местных реалий. Центр исследований РИА Новости на основе данных ЦНС поставил рейтинг российских медиахолдингов по охвату аудитории. Первое место в рейтинге заняла объединенная компания Афиша Рамблер Суп, среднемесячный охват которой составил 35 миллионов человек. Второе место за ними занимает РБК, среднемесячная аудитория 23 миллиона человек, учитывая то, что РБК постоянно усиливается в последнее время новыми профессиональными топ-менеджерами. Буквально вот, что ни неделя, то объявление о том, что очередной топ-менеджер ушел из компании Forbes, ушел из компании Афиша Рамблер, опять-таки, туда же пришел в РБК. Так вот, похоже, что нам предстоит наблюдать вот такую пикировку двух гигантов. РБК с одной стороны, ну или с начала, вернее, Афиша Рамблер Суп, объединенная компания, РБК. Знаешь, Шатар? Ну, я бы, наверное, дал коллеге прокомментировать интернет-цифу. Окей, я понял, что это не очень твоя тема. Дмитрий, ты что думаешь по поводу этих вот борьбы холдингов и вообще перспектив Афиши Рамблер Суп, которая, мне кажется, что запрягает-запрягает, запрягает-запрягает, уже бы поехала куда-нибудь? Ну, здесь пока все только начинается, что называется, да, и здесь интересно, собственно, наблюдать, и как преобразуется Афиша Рамблер Суп со всеми этими переменами, с объединением, и что происходит и с РБК в том числе. Ну, то есть, фактически... Последуют, ну, какие-то новые продукты, новые проекты... Новые шаги. Новые шаги, которые могут несколько медийный рынок перекроить. Хотя вот он и сейчас уже перекроен, да, у нас вот буквально за полгода появилась самая крупная медийная компания, да, после объединения. Он перекроен пунктиром. Вообще, мне кажется, то, что сейчас происходит с этими двумя компаниями достаточно важно, поскольку будущее только формируется. И вот эти вот перекройка, она прошла пока что демаркационными линиями, пунктирами. Пока наметили, и вот я говорю, в ближайшие пару лет мы будем видеть, как по этим пунктирам что-то режется, нарезается, или они там стираются, наносятся заново где-то. Для РБК это действительно некий такой, возможно, второе рождение, потому что после смены владельцев, после того, как он сменило многое и в управленческой структуре, возможно, там какое-то такое будет вообще новое качество. Для афиши Rambler Sub, ну, для вот объединенной компании или Rambler в своем ядре, это уже какое-то третье или пятое перерождение. Ну да, это уже совсем не тот Rambler, о котором говорили раньше, да, он уже несколько раз сменил и концепцию, и некое видение, и команды. Вот два холдинга, которые сейчас переформатируются, которые претендуют на внимание онлайн-аудитории, активное внимание онлайн-аудитории в ближайшие годы, которое все увеличивается. На кого бы ты поставил? Мне больше нравится РБК, скажем так, мне совершенно не просто, надо понимать, что они несколько в разные стороны, на разные аудитории нацелены, да, если РБК как-то более деловые истории пытается сейчас прокачивать, и были слухи о том, что они все развлекательные ресурсы продают и ищут покупателя на них буквально там несколько месяцев назад, все-таки афиши Rambler Sub, они больше в культурную стезю вдаются. Будем наблюдать, едем дальше. В обновленном приложении сервиса GetTaxi появились машины бизнес и VIP-классов, Mercedes-E, Mercedes-S, соответственно, у нас есть, собственно, виновник торжества, так получилось, что мы пригласили Шахара, и эту новость также нашли, совершенно не коррупированное, кстати говоря, стоящее обсуждение, тут вот подчеркну, что дело не в том, что Шахар оказался рядом и был позван в эксперты программы. Мне кажется любопытным то, что рынок такси Москвы один из самых высокотехнологичных потребительских рынков на сегодня. Почему это так, Шахар? Ну, во-первых, надо понимать, что город Москва самый большой город в Европе, и рынок такси Москвы также самый большой в Европе. Более 70 тысяч машин всего находится в Москве, комфорт-класса, по крайней мере. Мы шли к этому шагу, вот запуск бизнеса VIP по более двух лет, и важно было, опять же, прийти с одной стороны с масштабированной функцией сервиса, потому что, когда мы говорим о покрытии Москвы, это подразумевается огромное количество машин. Сегодня у GetTaxi 6 тысяч таковых машин, и мы были готовы с точки зрения операционных поддержки прийти и предложить также VIP бизнес-сервис на достойном уровне. И второе... Извините, пожалуйста, цифровка такси сегодня — это доходный бизнес, я понимаю, учитывая только количество игроков там уже присутствует. И вы, и Uber, и Яндекс.Такси, и, можно сказать, еще десяток, наверное, до мелких доходя. Доходный, наверное, еще нет, да. Есть большой объем в потенциале, и все игроки находятся, ну, кроме крупных. Высокооборотный? Он высокооборотный в конечном итоге, да. И так как он транзакционный, то есть за каждую транзакцию в конечном итоге есть коммерческий контекст, безусловно, он в потенциале прибыльный. Увы, время у нас истекло. На экспресс-обсуждение едем дальше. Через пару минут продолжим. Впереди нас ждут три главных новости онлайн-недели, каждый из которых станет предметом экспертного разбора и каких-то выводов. Программа «Рунет.Сегодня». Совместный проект «Финам.ФМ» и Центр онлайн-образования «Нотология». Ведущий программы – генеральный директор Центра «Нотология» Максим Спиридонов. Главные события российского интернета в авторской программе Максима Спиридонова «Рунет.Сегодня». Программа для тех, кто не только пользуется интернетом, но и строит свой бизнес в глобальной сети. Ведущие эксперты отрасли расскажут, чем живет веб-индустрия. Новые идеи, новые компании, взлеты и падения, имена нынешних и будущих виртуальных звезд. Будьте в курсе событий во всемирной паутине. Слушайте «Рунет.Сегодня». Каждый понедельник в 11.05 на «Финам.ФМ». 99,6 в Москве. Для лиц старше 16 лет. Мы продолжаем. Как для лиц старше 16 лет, так и для лиц несколько младше. Тех, кому интересна тема онлайна. Меня зовут Максим Спиридонов. Это программа «Рунет.Сегодня». 2 декабря 2016 года. Слушайте нас на «Финам.ФМ» в онлайне, на 99,6 «ФМ» в радиочастоте. Либо слушайте нас в подкасте, если вы не оказались у радиоприемника, либо иного передающего устройства в 11.00 понедельника, когда у вас проходят прямые эфиры, значит, можете подписываться на подкаст, и тогда будет вам счастье. То есть вы не пропустите ни одного эпизода, будете всегда в курсе того, что происходит в глобальной сети, в «Рунете» и так далее. Итак, вместе с спиртами выпуска мы обсуждаем главные события «Ушедший неделик». Уже говорил. Впереди у нас три новостных сюжета с основными событиями. До этого представлю, еще раз представлю моих гостей. Это Дмитрий Чистов, главный редактор журнала «Интернет в цифрах» и издатель «Зерунет.Ком», а также Шахар Вайсер, основатель и руководитель сервиса «Геттакси». Коллеги, вопрос до того, как начнем обсуждать следующую новость. По вашему мнению, когда было самое подходящее время для старта проекта в области электронной коммерции в «Рунете»? Пять? Семь? Десять лет назад? Может быть, сегодня это? Шахар? Ну, сегодня те компании, которые так или иначе имеют являцию больше миллиардов долларов в России, это компании, которые начались больше десяти лет назад. И оценивались они тогда, на самом деле, все смешно, то, что «Яндекс», если вы помните, многие инвесторы в нем входили по оценке ноль. Ну, в электронной коммерции, давай все-таки ограничимся именно магазинами, да, потому что «Яндекс» все-таки это несколько другой сегмент. Опять же, повторюсь, наверное, больше десяти лет все равно. В общем, поезд ушел уже. Окей, Дмитрий, твое мнение? Ну, здесь, конечно, зависит от ресурсов, да. Мы видим там, например, какие-нибудь проекты, которые при нормальном инвестировании, ну, неплохо и за несколько лет, там, типа «Ламода» есть же не десять лет, например, да. Сейчас это большой игрок на рынке с нормально привлеченными инвестициями, с большой командой, с большим штатом и, в общем, с успешным уже в некотором смысле проектом. Но есть, собственно, и «Озон», который такой старожилый гигант российского рынка, который действительно начался давно, уже неоднократно проходил раунды инвестирования. И, в общем, какую-то такую долю рынка... «Озон» фактически это знамя электронной коммерции Рунета. Ну, в общем, да, если мы говорим «Электронная коммерция», подразумеваем «Озон». Да, 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 это прямо по классику. Ну, вот сейчас о событиях рук старейшего в Рунете, наверное, самого известного гипермаркета. Пресс-служба компании «Озон» опровергла информацию о стремлении фонда «Беринг Восток Прайват Экьюти» продать свою долю в интернет-гипермаркете. Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники называла компанию «АФК-система» потенциальным покупателем доли крупнейшего собственника «Озона». В прослезе «Озона» также указывалось, что в первом половине года «Озон» планирует прилечь 100 миллионов долларов. В ходе сделки исключена продажа небольшого пакета существующим инвесторам. То есть необходимость в деньгах у «Озона» все-таки есть, но на сегодня получить пока он не смог. Так получается, да, Дмитрий? Ну, видимо, да, хотя у меня почему-то такое некое подозрение, что когда такие новости появляются, где-то уже что-то варится, но не уходит «Озон». И когда новости такие появляются, это не значит, что они уходят и ищут. Наверное, где-то уже с кем-то договорились, а это такой фон информационный задается, чтобы как-то... А в чьих интересах тогда? В интересах «Озона»? Ну, почему бы нет. То есть, возможно, там другая история может быть. Может быть, просто они переговоры ведут на финальной стадии и пустили утку, что есть еще интересанты. Да, но я не верю, что вот такие новости просто так появляются, да, что кто-то ходит по рынку и ищет там. Нет, здесь 100 миллионов не видели, а здесь не было. И под пеньком посмотрю еще. Да, да, да. Наверное, что-то уже где-то, какие-то процессы произошли. Может быть. Шах, а твое мнение, что там происходит? Ну, на самом деле, наверняка что-то происходит. Ты, кстати говоря, как практик, как человек, который получал инвестиции, давал инвестиции, руководил крупным стартапом и руководишь крупным стартапом сегодня. Ну, или уже не стартапом, если хочешь. Крупной компанией, получившей десятки миллионов долларов. Вот ты наверняка понимаешь ситуацию, ну так, органически. Ты в ней находишься. Что там происходит, как ты думаешь? Ну, трудно угадывать. Я не знаю детали относительно сделки с Озоном, но наверняка, когда обычно происходит сделка такого масштаба, есть всего несколько игроков, которые могут совершить. И понятно, что если ведут переговоры, то так, рано или иначе, раньше или поздно, мы об этом узнаем. И обычно такие слухи имеют место под собой быть. Поэтому скажу так. И также, наверное, очевидно, что Баринг Восток два рычага играют. С одной стороны, Баринг Восток давно вошел в Озон и вошел по очень низкой оценке. И настало время капитализировать. Это первое. Второе. Непонятна динамика развития Озона. То есть обычно ты продаешь, когда уже скорость роста не такая, какая была в начале, и есть некая situation, насыщение рынка. Мне кажется, Озон находится именно в обоих точках, по крайней мере, со стороны Баринг Востока. Короткая справка. Сам Озон был создан в 1998 году, то есть уже 15 лет назад. Это колоссальный срок для электронной коммерции Рунета. Сейчас в холдинг ходит интернет-магазин, собственно, Озон.ру. Курьерская доставка Окурьер. Озон Тревел. Это билеты отели. В начале 2012 года был куплен магазин обуви Сапата на тогда полученные инвестиции и стал частью холдинга. Ну и также есть там конструктор сайтов интернет-магазинов и Солюшен. Главный, в общем, сыр Бор вокруг этого всего. И почему мы взяли это в обсуждение? Потому что действительно ходят полярные утверждения по поводу Озона, наверное, уже несколько месяцев, а то и пару лет. С одной стороны, одни эксперты говорят, Озон находится на грани вымирания. Озон – это тот динозавр, который должен уйти и уйдет просто потому, что он уже внутри весь, как бы, ну, картонный. Это колосс на глиняных ногах. Другие говорят, да вы что, с ума сошли? Озон – это наше все. Озон – это отличный бизнес. Он, ну да, он убыточный, но все эти 15 лет. Но, тем не менее, он отлично развивается, он динамика роста и так далее. Мы попросили прокомментировать ситуацию Баса Готска. Это бывший заместитель директора и директора по маркетингу, директор по маркетингу Озон Ру. Прошу дать комментарий. В принципе, я не удивлен, если топ-10 интернет-магазинов, крайне редких случаев, в рентабельные и профитабл. То есть у Озона огромные operations, очень как-то развиты все процессы, документообороты, бухгалтерия, юристы. Много фикс-расходов. На таком масштабе строить с такими расходами рентабельный бизнес, в принципе, с долей рынка 2-3%, как говорят, у Озона нет очень больших запасов денег. Поэтому, да, всегда на рынке говорят, что купивирип страдает, у Ламода якобы все плохо, у Озона. В принципе, мне просто кажется, по словам Джефф Безос, что любой e-commerce бизнес нуждает как минимум 10 лет, чтобы стать прибыльным. Самое главное, чтобы привлекались новые деньги, чтобы снова покрыли все действия. Да, конечно, покупка сапата тоже была очень дорогой, и не знаю, как они достаточно это сейчас могут как-то окупиться. Ну, в общем, тоже так двояко вас высказался в том смысле, что если деньги будут поступать регулярно инвестиционные, то, в общем, все вроде в порядке. А если не будут, как ты думаешь, Шахар? А почему-то микрофон у нас у Шахара не работает. Да, пожалуйста. Да, удивительно, когда, на самом деле, компания с оборотом близком к миллиарду долларов уже и 15 лет на рынке, и по-прежнему еще далеко от profitability. От прибыльности, да. От прибыльности, да. Это, наверное, не то, что не наверное, это не есть хорошо. Есть компании, у которых сначально цели были по маркет-шеру, возьмем по захвату рынка, но не по модели профита. Как тот же Инстаграм, он всегда был кандидатом на продажу. Озон – это компания, которая строилась и позициирует себя как компания, которая самостоятельно может жить, и у нее понятная бизнес-модель. Тем не менее, до сегодняшнего дня она не прибыльна, и это не может вызывать волнения. У нас на связи Маэль Гавэ, это гендиректор холдинга «Озон». Маэль, слышите нас? Да, вас слышу. Добрый день. Добрый день. Маэль, слухи о том, что у вас не стояла сделка, слухи о поиске денег «Озоном», ну и вот то, что мы обсуждаем сейчас, предположения о том, что, может быть, у «Озона» не все в порядке, они как на вас сражаются, как вообще их комментируете? Ну, вы знаете, я вообще не понимаю, откуда этот вопрос возник, и для меня это первый вопрос, когда начали мне задавать вопрос по поводу того, что ослушали, что «Озон» находится в кризисе. Да нет, мы действительно находимся в процессе фонэйзинг, как все уже обсуждают, уже 2-3 недели. Почему люди решили, что именно эту новость они хотят отсутствовать, ничего другого не знаю. Ну, ладно. Вот, поэтому, да, мы ищем деньги. Вы сами озвучили, сколько мы ищем, примерно 100 миллионов долларов. Мы объяснили несколько раз, почему мы ищем эти деньги. Мы сказали, что мы не хотим продолжать развивать нашу логистическую инфраструктуру. У нас уже больше 2 тысяч пунктов выдачи заказов. Нам хотелось бы их иметь не 2 тысячи, а 4 тысячи. Это стоит деньги. Нам нужно еще увеличить размер склада. У нас уже самый большой склад в Европе, но мы хотим, чтобы он был еще больше, потому что компания «Расчет» — это тоже немножко дороговато, строить новый склад. Вот, и, в общем, из-за этого мы, в принципе, ищем деньги, а не потому что какой-то кризис, который люди придумали. Понятно. А 15 лет существования «Азона» пока не вывели его в состояние прибыльности. Когда все-таки это планируется? Когда можно будет сказать, что да, вот, наконец мы добились того, что не просто заняли долю на рынке, а уже, кроме всего, приносим реальные деньги своим акционерам? Есть такие прогнозы? — Вы знаете, по прибыльности мы, в принципе, никогда не комментируем. Я просто скажу следующее, что смотрите, когда «Амазон» стал прибыльным. И тогда давайте еще раз обсудим с вами этот вопрос. — Ну, по-моему, он стал лет через 10 как раз после начала работы. — А вопрос не в возрасте, а вопрос в размере компании. Мы понимаем, что российский рынок и американский рынок, они совершенно по-разному развиваются. И поэтому это не вопрос, а именно вот на каком объеме заказ, на каком размере компании вы можете достичь этот пункт прибыльности. — То есть за здоровье «Азона» можно не беспокоиться, иными словами? — Беспокоиться про «Азон» никогда не надо. Надо делать просто больше покупки «Азон». — Это и будет залогом здоровья. Спасибо большое. Это был комментарий Маэль Гавэ, гендиректора «Азон.ру». Коллеги, у нас осталось буквально 30 секунд для того, чтобы подвести резюме. Ну, в общем, со слов коллег изнутри, собственно, руководителя холдинга, все хорошо. Ваше мнение? — Ну, мне кажется, что, в общем, действительно, все не так плохо. То есть если «Азон» привлекает инвестиции, значит, он привлекателен для инвестиций. Да, если он растет, то он растет. Ну, да, у них есть свои особенности игры в России. Надо вкладываться в инфраструктуру, потому что до свидания, так сказать, почта России. Никто тебе не поможет, пока сам не поможет. — Если коротко, хватит терпения у инвесторов платить снова и снова десятки и сотни миллионов долларов, ждать, пока это станет прибыльным? — Судя по всему, пока хватит. — Окей, на этом все. Мы с скоростью вернемся, чтобы продолжить обсуждение главных событий «Рунет» и глобальной сети. — Программа «Рунет сегодня» — совместный проект «Финам.ФМ» и Центр онлайн-образования «Нотология». Ведущий программы — генеральный директор Центра «Нотология» Максим Спиридонов. — «Рунет сегодня» на «Финам.ФМ». — Мы продолжаем. Так получилось, что этот выпуск «Рунет сегодня» у нас во многом о электронной коммерции. Ну, наверное, это и к лучшему, поскольку это один из главных развивающихся секторов сегодня в «Рунете» и двигатель во многом этого самого развития. Итак, «Рунет сегодня» 2 декабря 2014 года. Мы говорим о главных событиях того, что случилось в сети, в электронной коммерции, в социальных сетях, в интернет-бизнесе и так далее. В студии Максим Спиридонов. Я — гендиректор Центра онлайн-образования «Нотология», автор ведущей программы. Эксперты выпуска, которые вместе со мной комментируют события ушедших 7 дней. Шахар Вайсер, основатель и руководитель сервиса «Геттакси». И Дмитрий Чистов, главный редактор журнала «Интернет в цифрах» и издатель «Зерунетком». Коллеги, раз уж мы продолжаем разговор о электронной коммерции, вы сами часто покупаете в интернете? Можете вспомнить, какой была эволюция вашего поведения в сети как пользователя, Шахар? — Да, конечно. С чего начиналось и как это развивалось? — Так получилось, что как раз когда я начал покупать в интернете, я жил как раз тогда в Америке. И там, это парадокс, Амазон давно превратился в такой супермаркет. Ты приходишь утром в любое здание, крупное, где живут люди, и утром все завалено коробками от Амазона. То есть с Амазона ты подписываешься на этот сервис и начинаешь получать от зубной щетки до всего чего угодно. И, наверное, самый большой прогресс, который подошел в Экоммерции там, что они предлагают тебе за 70 долларов подписаться на Абонент Прайм, ты больше не платишь за шипмент и ты можешь заказывать все, что угодно. За доставку. — Да, и это ключевой был, на самом деле, шаг развития. Как только ты перестаешь ждемости доставки, одинаковые цены, что онлайн, что онлайн, ты идешь на работу, вспомнил, что забыл купить что-то, нажимаешь, и у тебя это утром дома. — То есть ты понимаешь, что ты сразу погрузился в это с головой, да, судя по всему, и никаких в итоге не было эволюций, получается. А у тебя, Дмитрий, была ли эволюция пользования? — Ну, она, наверное, была такая же примерно, как вся эволюция электронной коммерции в России, да, начинал я с заказывания книжек, скорее всего, да, и каких-то там дисков, которые еще тогда покупали. — Еще, может быть, видеокассет. — Да, ну, нет, тогда уже не было видеокассет, да, ну, а сейчас действительно заказываю, там, когда-то еду заказываю, да, когда-то там технику, не знаю, фотоаппараты, телефоны. — Можешь ли сказать, что ты сегодня заказываешь смело любой товар в интернете? — В целом, да. — А селекция как происходит? Есть ли какие-то приемы, которыми ты пользуешься для того, чтобы отделить, ну, тому, кому ты доверяешь, в площадку и ту площадку? — Ну, всегда есть какие-то интернет-магазины, где ты уже имеешь какую-то историю покупок, да, и ты уже знаешь, как с ними работать, ну, или, там, в зависимости от, там, товара. Да, я, например, холодильник редко покупаю, вот, там, пару месяцев назад покупал холодильник. Понятное дело, что пошел на вполне себе понятный сайт Тельдорадо, да, купил там. — Было бы логично на холодильник пойти тогда, дочка. — Нет, я несколько открыл, там мне понравилось интересное, потому что они увозили старый при этом. — Окей, значит, давай сейчас о том, что рассказал нам о наших онлайн-привычках, наших привычках поведения в интернете как покупателей Яндекс.Маркет. — Сервис Яндекс.Маркет обнародовал исследование аудитории онлайн-покупателей в России, которое было проведено совместно с компанией ГФК. Согласно представленным данным, подавляющее большинство россиян совершают покупки только в онлайн-магазинах Рунета, игнорируя возможность заказывать товары у иностранных ритейлеров. Кроме того, исследование выявило, что основным фактором при выборе интернет-магазина является цена на требуемый товар. — Ну, это, в общем, последнее-то очевидно, то, что цена все еще играет большую роль, хотя есть уже пока что единичные голоса руководителей магазинов, я просто со многими знаком, в том числе и лично, о том, что цена уже не такое большое значение начинает иметь, как ценность, которая формируется из большего количества факторов. Бренд, удобство пользования, сервис вокруг этого и так далее. Дмитрий, ты вообще видел исследование само? — Я его мельком видел, не вчитывался. Тут вот есть, конечно, в формулировочке некоторая неточность. Подавляющее большинство россиян совершает. Нам все-таки россиян, совершающих покупки, пользуются в онлайн-магазине Миронета, то есть все-таки не большинство россиян в абсолютном смысле этого слова. — Ну, да, совершающие покупки, да, верно. Пока что не большинство россиян. — Да, ничего такого особенного в этом исследовании, скажем так, нету никакого вау. Здесь все, в общем-то, понятная история, да, понятная, можно проследить, там, если взять какие-нибудь исследования прошлых лет, то, о чем мы говорили. Понятная эволюция корзины, да, если там несколько лет назад это были книжки, там еще что-то, там два-три года назад начался бум покупки одежды в интернете, это видно и по магазинам, и по корзинам покупателей. Дальше пошла уже как бы электронная техника и большая бытовая техника. Ну, то есть вполне себе понятная история. Я думаю, что цифровые товары тоже будут развиваться в ближайшее время. — То есть все виртуализируется. Да, цифровые товары, кстати, пока что еще, наверное, себя не показали полноценно. — Да, я думаю, что как раз будет бум. Ну, вот приходы все эти iTunes'ов и так далее, они несут как бы на рынок больше примеров использования, да. И когда пришел iTunes, все игроки местные радовались, потому что пришел большой игрок, который научит людей покупать цифровые товары цивилизованно. — Шахр, а тебе как впечатление от констатации фактов по положению вещей в электронной коммерции? — Мне показался очень интересным один факт. Ты знаешь, самая большая проблема, какая сегодня есть в коммерции, почему она не распространяется, скажем, в десятки раз быстрее. — Почему? Так, давай, разберемся. — Одной из таких макро проблем и коммерции считается доставка. Причина, по которой ты сегодня по-прежнему покупаешь в ритейле на триллионы долларов, ну, не ты, как общество, да. — Я чуть поменьше покупаю, чем на триллионы долларов. — Вот, и онлайн — это миллиарды долларов, основным барьером является доставка. Человек хочет сейчас вот это здесь. И если посмотришь на что, опять же, на макро, почему там Амазон и Ибэй сейчас инвестируют огромные деньги в инфраструктуру, связанные с доставкой, она именно об этом. И, соответственно, то, что было приятно видеть, что причина, например, в Москве более развита и коммерцией не только потому, что есть большие выборы и так далее, и платежеспособность, но и доставка в течение двух дней — это средне ожидаемая доставка. Это ключевой фактор. Как только ты решаешь вопрос, и, опять же, в России доставка очень дешевая, потому что делается человеческим фактором. В других странах это не всегда решено и так далее. DHL — это дорого или FedEx, ты не можешь купить. — Нет, в других странах там другая история. В разных странах, ты сам знаешь, в Америке, в Германии, это просто построены уже инфраструктурные решения, огромные сети. — Да, но если мы берем страну не Америку, то это будет по-прежнему стоить дорого. Вот этот last mile, то есть последняя миля доставки, она дорогая, долго занимает времени, и она является сдерживающим фактором. — Ну, и там связаны с теми вещи отсутствие достаточного доверия к виртуализированному для тебя магазину, отсутствие привычки покупать в онлайне. Окей, давай послушаем комментарий к этому исследованию, собственно, одного из авторов. Алексей Авдей у нас на связи, это руководитель сервиса Яндекс.Маркет. Алексей, слышите нас? — Да, доброе утро. — Доброе. Могли бы коротко сказать о том, как исследовали, то есть методологии исследования, и какие главные выводы вы для себя сделали из-за того, что обнаружили? — Мы опрашивали людей, которые покупали не реже два раза в год, это был интернет-опрос. Люди покупали в одной из 13 категорий за последние 12 месяцев географию города России, население от 100 тысяч жителей и объем выборки 1400 полных интервью. Основные исследования, ну, в принципе, ничего такого там сверх какого-то нового мы не узнали, кроме того, что очень много людей уже покупают за рубежом. Важно, что пятая часть онлайн-покупателей стали покупать недавно, но при этом, видите, уже больше, чем треть, которые покупают в течение четырех лет. То есть уже есть ядро интернет-покупателей. Одежда по-прежнему самая популярная категория по вовлеченности, то есть с нее начинают. Больше половины людей уже покупали одежду в интернете за последний год, из тех, кто покупает в интернете. Вы недавно сейчас обсуждали про основные проблемы с покупками, почему люди не покупают в интернете. Действительно, две основные причины — это скорость покупки, то есть люди хотят купить прямо сейчас, и второе — то, что они хотят товар потрогать. Есть две основные такие вещи, которые им дают возможность покупать только в оффлайне. Важно, что мы исследовали омай-покупки на иностранных сайтах, и уже больше, чем половины, есть какой-то опыт покупки. Очень много покупают на китайских магазинах, на углоязычных магазинах. Что интересно показалось, то, что в Китае покупают даже, похоже, больше, чем в оклоязычных странах, в Америке, в Западной Европе. Это связано, если про количество покупок, да, если про оборот, я думаю, что сравнимо, потому что оборот. Средний чек в Китае порядка, не знаю, 20 долларов. То есть в Китае все просто гораздо дешевле, поэтому продираются сквозь не всегда удобный и понятный интерфейс китайских сайтов, и покупают там. Да, мы просто задавали вопросы, почему покупать в Китае, почему покупать на англоязычных сайтах в Европе и в Америке. В принципе, все одинаково, это низкие цены, это широкий ассортимент. Единственное, что люди чуть выше ставят качество товара на англоязычных сайтах, чем в Китае. Но в целом, как бы, причины одни и те же. Вот это вот кроссборд торговля, которая, кстати говоря, часто являлась последние пару лет предметом дискуссии. То есть местные бизнесмены, руководители крупных магазинов электронных в Рунете, периодически беспокоились, порой очень бурно беспокоились о том, что электронная коммерция из-за рубежа давит. Тот же Амазон, тот же Эбэй, тот же Алибаба китайский, как большая площадка, как группа площадок. Что они давят и в конце концов могут задушить российский бизнес. Судя по вашему исследованию, в общем-то, не так сильно они давят. Ну, здесь вообще надо понять, что электронная торговля только начинается. У нас около 2% оборотов электронная торговля. Поэтому, когда мы общаемся с 2% оборотов от общего ритейла, мы им рассказываем, что, ребята, сейчас поляна очень большая и есть место и для зарубежных магазинов, и для наших российских. И поэтому мне, если честно, не нравится, что наши магазины, вместо того, чтобы складываться в качество, складываются в дискуссию о том, что нужно понизить порог бесплатного влоза и так далее, и так далее. Надо сервисом заниматься, а не спорить про Китай или там E-Pay. — Дело наделать. Хорошо. Это был комментарий Алексея Авдея, руководитель сервиса Яндекс.Маркет. Какой-то хотел добавить? — Да, я как раз хотел сказать, что хорошая новость, что мы как раз экспериментируем в геотаксе, экспериментируем с доставкой одночасовой. И как раз хотим сейчас в других странах для наших корпоративных клиентов мы уже это делаем. То есть ты сегодня можешь использовать геотакси для того, чтобы доставить за один час все по фиксированной цене. И это некий эксперимент, который мы хотим, чтобы вылился в инфраструктуру, которая сможет использовать и коммерс-площадки, в том числе и маркета, зоны. — А то есть просто таксист берет товар и привозит... — Ну, фиксированная цена нет. Разница в том, что ты говоришь, я хочу доставить все, что угодно. Забыл ключи, хочу их вернуть, документы, либо я магазин на Горбушке или и-коммерс, другой большой сайт, и я могу использовать инфраструктуру одночасовой доставки на базе геотакси для АТФБ. То, что мы экспериментируем, делаем в других странах, надеюсь, в какой-то момент придем в Москву, это тот самый барьер, который хочется снять, чтобы я захотел вот ручку, что... — А здесь вы это не делаете, в Москве? — Корпоративные клиенты получают уже эту услугу здесь у нас, у нас же не только частные клиенты, но и корпоративные, и они могут это делать. — В Твиттере Максим Спиридонов, который мы используем во время программы в служебных целях, или как в личном Твиттере используем в служебных целях, все верно, мы спросили, какие факторы являются для вас основными при выборе интернет-магазина для покупок. И вот такие получаем ответы. — Наличие товара прямо сейчас, ну, действительно, это важно. Далее, юзабилити сайта, его наличие в Яндекс.Маркете. Уже действительно Яндекс.Маркет стал таким вот аудитором и арбитром, если можно выразиться. Значит, далее, необходимое доверие, магазин давно работающий, известный. Далее, цена с доставкой, вот пишет человек, живу в провинции, но не все доверяю почте России. Далее нам отвечает, видимо, человек, недалекий от SEO, потому что он отвечает следующим образом. — Tits, Google Page Rank. То есть тематические индекс цитирования и Page Rank — это тоже нечто подобное, если кто не знает. Это некая поисковая оценка, грубо говоря, веса страницы. Это действительно косвенно указывает на значимость и состоятельность этого бренда. Ну и так далее. В общем, ответы, примерно, такого, которые мы получаем, разные. И ответы эти подчеркивают, что люди уже всерьез, наши слушатели, по крайней мере, точно, всерьез рассматривают электронную среду как среду для покупки. Занимаются этим разнообразными методами, тестируют и проверяют качество этой среды. Ну и, в общем, бог им в помощь. На этом мы закончим обсуждение электронной коммерции. И перед у нас еще одна тема, которая начнется вот-вот через пару минут. Не отключайтесь, мы поговорим про музыку в сети. Программа «Рунет сегодня» — совместный проект «Финам.ФМ» и Центр онлайн-образования «Нотология». Ведущий программы — генеральный директор Центра «Нотология» Максим Спиридонов. «Рунет сегодня» на «Финам.ФМ». Продолжаем. Еще один блог, еще один новостной сюжет, который мы раскроем сейчас вместе с моими коллегами, гостями этой студии, и экспертами, Дмитрий Чистов, главный редактор журнала «Интроцифрах» и издатель TheRunet.com, а также Шакар Вайсер, основатель и руководитель сервиса GetTaxi, здесь вместе со мной обсуждают события недели, как уже говорил, в программе «Рунет сегодня». Меня зовут Максим Спиридонов. Напомню, что эта программа от 2 декабря 2013 года. Говорю для тех, кто слушает нас в подкасте, и таким образом может определиться во времени и пространстве прослушаемого. Итак, коллеги, всякий раз, когда обращаемся к теме музыки в «Рунете», мне, честно говоря, делается немного грустно. А ваше мнение? Каково живется цифровой музыки? Хорошо или плохо существующее положение вещей? Твое мнение, Дмитрий? Если мы говорим про «Рунет», то, конечно, не очень, но становится все лучше, скажем так. Ну, то есть, из совсем черного, из черной зоны, все-таки этот сегмент выходит через серую в белую зону. То есть, можно, опять-таки, музыкальной же темой ответить, если такая песня у «Битлз» «Everything is getting better, getting better all the time». Вот напевая эту песню, можно смотреть на положение исчезти музыки в «Рунете». Потому что, понятное дело, что и меняется, и само потребление музыки, в принципе, меняется. Вот мы говорили, что несколько лет назад еще на зоне диски заказывали. Это был, наверное, наряду с книжками один из главных товаров. Сейчас, скорее всего, заказывают совершенно единицы, а музыка все больше в интернет перекочевала. Если она изначально перекочевала в каком-то черном формате, в пиратском, то сейчас мы все-таки видим, как это все отбеляется более или менее. Да, с одной стороны, вносятся и законы регулирующие, может быть, слишком регулирующие. Но пока музыку они все равно еще не трогают. Но музыку пока не трогают. Да, с другой стороны, выходят действительно большие игроки, типа iTunes. Ну и вот сама новость про Spotify, это скорее про будущую новость. Все-таки здесь инвестор вкладывает в то, что будет из Spotify, а не в то, чем он является сегодня. Ну, по Spotify мы еще поговорим отдельно, это станет предметом, собственно, нашей беседы на ближайшие несколько минут. Но до того, вот еще раз, о музыке вообще, а ты как смотришь? Ты человек, который отчасти в России, отчасти в других странах живешь. Вот то, что происходит с музыкой сейчас, тебя устраивает, не устраивает? Ну, соглашусь, во-первых, по поводу того, что в России, наверное, это еще только рано. Но действительно не может не радовать, что есть огромные игроки, появляются и есть огромные игроки в области... А сознание пользователей-то готово к этому? Ну, мы так привыкли пользоваться бесплатной музыкой, что... Ну, камон, это кажется, сейчас долларом доказано, да, Spotify, как раз они пишут о том, что они сейчас генерят порядка миллиарда долларов, 700 миллионов выручки. За рубежом? Да. А в России? В России, опять же, это действительно рано, и когда есть огромное количество альтернативных ресурсов бесплатно. Знаете, на самом деле, кто-то сказал, что люди не пираты в своем духе. Когда ты это делаешь удобно, люди начнут покупать. Это было, на самом деле, по-моему, Стив Джобс, который как раз в iTunes это и сделал. Да-да, по-моему. Сказал, что люди не воруют ни от того, что они хотят, а от того, что это было неудобно. Сделаем это доступно, и люди будут покупать. И факт сегодня, факт, что на самом деле всего лишь 2013 год, и люди покупают на Пандоре, платят миллиарды долларов за подписку, на Spotify и на многих других сервисах iTunes, аэропорту в каких-то сумасшедших продажах. Это здорово. И ты все-таки говоришь о западном сегменте. Ну, хорошо. В конечном итоге мы в какой-то момент с каким-то лаком времени приходим туда. Приятно видеть, что где-то, на самом деле, это же неважно. Как только у тебя есть доказанная бизнес-модель в большом масштабе, ты понимаешь, что это вопрос функции времени, когда она экспортируется или принимается другим рынком. Просто рынок подходит к этому, взрослеет, и проходит эволюция. Ну, дай бог. Сейчас огромные инвестиции в тему нашего разговора. Музыкальный сервис Spotify привлек 250 миллионов долларов в рамках очередного раунда финансирования. Как сообщается, основным инвестором раунда стал фонд Technology Crossover Ventures. В ходе сделки оценка всей компании превысила планку в 4 миллиарда долларов. Надо сказать, что музыкальный сервис Spotify был основан в Швеции в 2008 году. Не так давно. Уже в 2010 году он набрал 15 миллионов пользователей, из которых 2,5 миллиона были платными. Сейчас сервис доступен в 32 странах, но не в России. Пока что в России он недоступен. 4 миллиарда стоит компания, которая делает, чтобы было понятно, почти то же самое, что ВКонтакте. То есть вот для нашего пользователя, который не видел Spotify в глаза, по сути дела, это обычный музыкальный хостинг, где можно найти в два счета практически любую композицию, ну, точно популярную, и ее послушать, если и когда ты оплачиваешь подписку, ежемесячную подписку. Вы пользуете Spotify, нет? Ты пробовал? Ну, опять же, в России он недоступен, но в других странах, да, к сожалению, недолго попользовался Spotify. Действительно, вернусь к прошлому стейтменту, что когда это удобно, ты начинаешь покупать. То есть Spotify реально безумно удобно пользоваться. Ты быстро подсаживаешься, и чтобы получить какие-то дополнительные вещи, то есть модель фремиум классическая, когда ты получаешь. Начинаешь базовый сервис бесплатно, потом платишь. И у них конверсия между бесплатным и платным юзером фантастическая, да, по-моему, как они говорят, и 70 миллионов общее количество, и 25 миллионов платящих абонентов. Это фантастика, в хорошем смысле слова. Ну, вообще, эта тема, на самом деле, она очень такая живая с точки зрения пользовательской вовлеченности. То есть люди эмоционально западают на музыку, а то, что их эмоционально вовлекает, то и за это не готовы платить, верно, Дмитрий? Да, мы вот, собственно, так сказать, проверяя слова Джобса, да, мы дважды проводили исследования с фондом общественное мнение. Людям действительно неважно, они не знают, чем отличается легальная музыка от нелегальной, да, где что выложено. Они не разбираются даже порой в сайтах. Им просто интересно слушать ту музыку, которая им интересна, которых интересует, им интересно ее просто быстро находить, получать. И если там надо заплатить, они, в общем, не боятся платить, понимая, что они платят за удобство и за доступность, да, за, там, кросс-платформент, чтобы это было и на телефоне, и на компьютере. И, в общем, Spotify и с его историей, она, в общем, иллюстрирует эту картину в полной мере, потому что действительно и тот переход от бесплатных в платные пользователи, которые есть у Spotify, да, когда человек начинает с бесплатного и понимает, зачем он из-за чего платит, он начинает платить. И вот на этих микроплатежах действительно строятся миллиардные обороты. — Еще раз скажу для наших слушателей, что этот рассказ Spotify во многом сейчас для нашей программы — это некое просветительство. То есть мы хотим рассказать о том, что, надеюсь, в том числе станет частью нашей жизни вместе с iTunes, вместе с другими легальными сервисами, поскольку оплата за продукт чего-то, дело чьих-то рук — это естественно. И в том числе в творчестве, что касается музыки, видео и так далее. Итак, он привлек 250 миллионов долларов — огромные деньги, которые упадут на развитие. До этого, коротко в историю, в прошлом году в ходе очередного раунда компания была оценена в 3 миллиарда, сейчас 4 уже. Тогда она получила 100 миллионов и половину суммы вложил тогда 10 Global нашего соотечественника Юрия Миллера. Ну вот, а Spotify, наверное, непосредственно достаточно с точки зрения того самого рассказа о нашем будущем. А теперь коротко о вообще музыкальном рынке. Что ты хочешь сказать, Шакра? Да, мне в музыкальном рынке нравится то, что это паровоз малых транзакций. То есть когда люди по чуть-чуть платят денежки, и это приводит к тому, что люди привыкают платить. Самое важное, наверное, в интернете, чтобы и коммерция развивалась, это когда ты заплатил хотя бы где-то доллар, где-то два, где-то три. Ты привык, что это безопасно. Переходишь в барьер, и это является паровозом. Когда десятки миллионов людей из-за музыки приходят в интернет, раньше покупали на Амазоне, Азоне, покупали диски и книги, и сейчас они это покупают в дигитальном формате, это приводит к тому, что человек не боится прикрепить свою карту и сделать. Это более важные даже макроизменения, которые происходят. А потом люди идут и пользуются другими сервисами, спокойно уже внося свою карту. Да, мелкие покупки, они приучают платить и приучают к мысли о том, что в интернете вот эти все файлы и неосязаемые, казалось бы, сущности, контента, что-то еще, что не получаешь на руки, они тоже стоят каких-то денег, потому что чьи-то силы в это вложены. Расходит образование и безопасность. То есть ты, во-первых, привыкаешь к этому делать, во-вторых, ты это поддерживаешь, в-третьих, ты не перестаешь бояться, и как для тебя это становится. У тебя уже внесены данные, ты идешь дальше на это. То есть вот до чего мы договорились, то, что музыкальный рынок должен развиваться в ронете еще и потому, что это рынок микропокупок, которые приучают массового пользователя платить вообще, и тогда это повлияет и на электронную коммерцию масштабно, на покупки холодильников, в конце концов, и каких-то там бытовой техники, одежды, всего-всего, еды, да, Дмитрий? Да, ну поэтому в некотором смысле все наши три новости, да, от инвестирования в Озон и исследования Яндекс.Маркета и до вот вложения в Спотифай, они в некотором смысле про одно. Если там посмотреть, то пользователи где-то, только начиная активно пользоваться интернетом, где-то через два года доходят до того, что он коммерчески доверяет интернету, начинает там совершать покупки. Но думаю, что это время, оно сокращается каждый раз. Оно сокращается, и в том числе за счет микро вот таких покупок, да, где-то такси заказать через карту, через приложение, где-то музыку купить, и это, в общем, приближает доверие пользователя к большим покупкам. И мы вот делали исследование экономика Рунета, да, и там понятно, что наибольший, как бы, генерящий объем денег — это рынок электронной коммерции, но мы там проверяли четыре сценария развития, и самый негативный сценарий — это когда и в России все плохо, и на фоне глобального экономического кризиса. Все равно, по этому мнению, электронная коммерция, рынок, по мнению экспертов, будет чувствовать себя лучше всего, потому что люди все равно не перестанут покупать. Да, у него начнут сократиться там темпы роста, но на уровне других рынков интернет-бизнеса, они себя, как бы, больше всего чувствуют, наиболее позитивно смотрят на жизнь, так сказать, в ближайшие пять лет. — Пора нам заканчивать. Увы, осталось буквально несколько секунд. Скажу вот о том, что еще раз наша мысль о том, что музыка тоже может развивать сознание пользователя и платежеспособность аудитории, и, значит, бизнес в интернете и вообще бизнес в России получается. Вот эта мысль интересная, хочу ее подчеркнуть. На этом спасибо большое. Коллеги, спасибо вам, спасибо, кто нам слушал, тех, кто нас слушал. Это была программа «Орданная сегодня». Меня зовут Максим Спиридонов. Это дайджест главных событий онлайна, которые слушаете каждый понедельник, либо подписывайтесь на подкаст сегодня в iTunes. Всего доброго и пока.